Веда. В этой Веде сосредоточено множество ритуалов, обрядов, практических инструкций для проведения работы над собой. Ну и давайте я вам дам определенные мантры и объясню, что они обозначают. То есть у вас, по идее, на фоне той информации, которую я вам сегодня дал, уже есть идеи. То есть вы уже открыли для себя определенные знания, которые вам могут открытия создать. Когда вы читаете Блаватскую и там сказано об Агни, теперь вы понимаете, о чем она вообще говорит. Потому что до этого вообще не было понятно, что же она имеет в виду. То есть теперь вы знаете, что Савитур это событие, тепло, которое проявляется в вашей жизни. А Варуна или Варуна это то, что может создать для вас защиту путем справедливости, по-другому Бог справедливости. А Агни это Бог вашей жизни, ваш внутренний огонь. Савитур это внешние проявления по отношению к вам, всего мира, тепла или любви. И не любви в случае, если такое есть. Итак. Первое это Агни Ме Девешу. Агни Ме Девешу. Это мантра обращения к своей жизни. И это выглядит так. Так человек рожден, что он часто не принимает себя. Вот начинается. Не тот нос, не та грудь. Не там родились, не такие родители. И человек начинает жить через призму обвинений. И эти плохие, эти плохие. Как же жить? Что делать? Ненавижу, не люблю. Сволочи, негодяй. А мама в школе и так далее. Но дело в том, что человек получил свою жизнь от Бога. И к ней должен относиться как к божественному дару. Тогда, согласно книге Яджурведа, относиться к своей жизни как-либо плохо. Это относиться плохо к Богу. Потому что нельзя ни в коем случае этого делать. Это как считается, что если человек плохо относится к своей жизни и к тем всем моментам, которые были в жизни, которые сейчас проходят, то это все приводит его к разрушению и к проклятию. И здесь говорится так. Буквально звучит так эта мантра, которая звучит так. Агни Ме Девешу. Звучит так. Пусть само наличие моей жизни будет моей оплатой за мое счастье. Прими мою жизнь в оплату моего счастья. Агни Ме Девешу. Я считаю это ключевым словом вообще в этой книге. То есть человек обращается к своему огню или к своей жизни и говорит, пусть моя жизнь будет оплатой моего счастья. Поэтому это и есть, наверное, краеугольный камень человеческих невезений. Человек считает, что он просто так живет. Нет. Вы живете, и ваша жизнь, она живет, и она для счастья создана. И это нужно просто понять. И нужно это принять. Вот если вы живете так, и у вас нет счастья ни в чем, то нужно себе начитать мантру Агни Ме Девешу. Пусть это счастье в жизни появится. Каким образом? Пусть ваша жизнь принимает оплату в виде счастья. Тогда само наличие жизни будет формировать у вас состояние счастья.